Нарушители поневоле. На улице Круговая пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части из-за отсутствия нормального тротуара. С ними общались наши корреспонденты. Для жителей улицы Круговая каждый поход в магазин, на работу или в школу рискованная затея. Ведь передвигаться приходится по проезжей части, где водители довольно редко соблюдают скоростной режим. Мы идем по проезжей части. По проезжей части едут машины. То есть они как бы едут, они имеют право ехать, а мы идем, нарушаем правила дорожного движения, подвергаем свою жизнь опасности. Дело в том, что нормального тротуара на этой улице уже давно нет. Да и от того, что было после проведения работ сотрудниками Облэнерго, осталось одно название. Где-то разрытые ямы, где-то наоборот бугры. Ходить по ним невозможно, вот и приходится пешеходам выходить на дорогу. Каждый день дети идут в школу, ты не знаешь, ребенок придет здоров, невредим и вообще придет ли он домой. Работая патронажным работником, я вам скажу, представьте вот этих пожилых людей, которые с сумками, с колясочками, каждый день добывают себе. Добывают, не приносят, а добывают. А во время дождя действительно невозможно здесь пройти. У меня было такое, что меня вообще так облили водой, я чуть не захлебнулась. Я мать-одиночка, у меня двое деток. Один ребенок у меня ходит в садик. Хожу через гаражи с коляской и с маленьким вторым ребенком. Там собаки, там тоже машины гоняют. Я столкнулась даже с такой проблемой. Даже скорая помощь не могла сюда к нам заехать. Обратите внимание, какие ямы. А доктора у нас за пять лет, уже три доктора поменялось, нам же сюда никто не хочет ходить. Когда закончатся работы и будут ли устранены их последствия, в обл.энерго не сообщают, говорят жильцы. А с районной, городской, областной властью и автодором переписка длится уже лет семь. На просьбу людей оборудовать нормальную пешеходную дорожку ответ из года в год один. Нет денег, планируем работы на следующий год. Последний ответ 2013 года, где нам тоже дают ответ, что мы выполним. Сейчас не можем, денег нет. Но на 2014 риг нам опять дают обещание. Но мы уже не верим этим обещаниям. Не сегодня-завтра наступит гололед, и ходить по проезжей части станет еще опасней. А жертвы и без гололеда имеются. Например, в Венеру Чернышоу несколько недель назад задела машина. Женщина отделалась легкими травмами. Шла из магазина, и вон как-то я не видел, я слепая еще, не видела, что это. Как развернулась, он меня как заденет, и я полетела вот направо, на левый бок. И все побило, яйца побило. И вот теперь нога болит, вот эта сторона. Сколько нужно, чтобы случилось травм, для того, чтобы на нас обратили внимание. Борьбу будут продолжать столько, сколько понадобится, заявляют жильцы. А пока из-за холодов работы над тротуаром проводить невозможно, просят хотя бы отделить часть дороги для более безопасного передвижения пешеходов.